Как определить свежесть устриц? Это актуально, достаточно, если вы будете в этом разбираться, то вам не смогут продать ни в ресторане, ни где-либо еще, где вы покупаете усталых устриц. Это достаточно просто. Чтобы определить, насколько устрица бодра, достаточно посмотреть, как она крепко держит, соответственно, свои створки. Усталая устрица, у нее уже не хватает сил, и ее створки чуть-чуть приоткрываются. То есть, вот здесь, видите, щель, допустим, прям вплотную-вплотную. Эти устрицы свежие, их подняли 2 часа назад, и они еще будут жить в холодильнике минимум 3 дня. Второй признак – это запах. Я уже рассказал это в предыдущем части. Как доставлять устрицы? Устрицы доставляют вот в таких термокоробах, которые сохраняют температуру. Дополнительно устрицы сверху накрываются вот такой тряпкой. Тряпка пропитана морской водой. Дополнительно – лед. Что важно для устрицы? Для устрицы важна низкая температура. Соответственно, если вы, допустим, куда-то хотите поехать или эти устрицы доставить, то кофе сварился, поэтому выключу. Если вы эти хотите устрицы куда-то перевезти, то их необходимо подготовить. Устрицы сами по себе очень лояльны к хранению и к перевозке. В отличие от гребешков, они без труда переносят вне воды и 3-5 дней. Поэтому, чем лучше вы их подготовите, тем дольше они у вас сохранятся и будут по-настоящему сильными, живыми и вкусными. Если везете их далеко, вам понадобится термокороб, сумка, либо термосумка, дополнительно лед или холодогенты. И желательно тряпка, пропитанная морской водой. Вы можете попросить пропитать тряпку в том месте, где вы эти устрицы покупаете. И они вам должны пойти на встречу, это несложно. Если вы хотите устрицы перевезти куда-то в пределах часа или двух, то вполне подойдет обычный такой термопакет. Он сохранит необходимую температуру на короткий срок, и устрицы у вас доедут живые без проблем. Если вы купили живых устрицы и хотите подготовиться, допустим, к праздничному ужину или обеду, то устрицы без проблем сохранятся в холодильнике, просто в холодильнике, без всего, 3 дня. Если нужно похоронить ее больше, то позаботитесь, опять же, вот такой вот марлевой повязки. Если устрица сильная, она своими мышцами крепко сжимает свою раковину, но элементарно не хочет, чтобы ее съели. Если щели очевидны, вы сразу поймете, сразу увидите эту щель. Если щель не просматривается и устрица не хлопает, значит она свежая. Этих устриц подняли вот час назад, и они сейчас крепкие и сильные. Можно все проверить, никакой щели нет. Дальше второй этап свежести – это понюхать устрицу. Вы понюхайте? Сейчас устрица ничем не пахнет, кроме как море, морской водой. Посторонний, неприятный запах вы сразу почувствуете. Ну, соответственно, такую устрицу тоже брать нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!